Блин, только вчера хвастался знакомым, как я эффектно второй раз наклеил одно и то же стекло. Здравствуйте дорогие друзья, спустя сутки после публичного релиза iOS 11.01, обзор которой уже висит на канале, купертиновцы выкатили первую бету для разработчиков грядущего крупного обновления iOS 11.1. В этом видео я расскажу о всех нововведениях, багах, производительности и автономности системы, так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Апдейт занимает чуть более 2 гигабайт, скачать его могут абсолютно все пользователи, которые установят профиль разработчика. Подробный мануал вы также можете найти на канале. Переходим к изменениям. Первое что вы скорее всего заметите со старта ускоренная анимация разблокировки устройства. Иконки падают на спрингборд действительно быстрее. Немножечко ускорилась и анимация открытия приложения камера с экрана блокировки. А еще при неправильном вводе пароля разблокировки почему-то убрали тактильную отдачу Taptic Engine. Apple все меньше и меньше задействует эту фичу. Пункт управления открывается, отдачи нет. Падает шторка центра уведомлений тоже нет. А теперь экран блокировки лишился приятного отклика. Жаль. Также освежили анимацию открытия приложений через всплывающие баннеры в верхней части дисплея. А она стала более объемной что ли. Изменению подвергся и процесс возврата в топ любой страницы в любом месте операционки по нажатию на иконку часов в строке статуса. Если раньше это происходило буквально мгновенно, то теперь анимация более плавная и эстетически приятная. В iOS 11.1 при наборе текста в строке предложений теперь может отображаться до 3 эмодзи вместо одной. Разумеется если вы добавили соответствующую клавиатуру в системных настройках. Расширили функциональность точечки Assistive Touch, которые почему-то так любят азиаты. Была добавлена возможность установки кастомных действий при одиночном, двойном, долгом и 3D Touch нажатии на эту пипку. Хоть и список доступных действий довольно ограничен, но все-таки полезность виртуального контроллера однозначно повышается. Да и сам интерфейс Assistive Touch стал адаптивным. То есть меню не появляется всегда в центре дисплея, а на той грани к которой была ближе расположена виртуальная кнопка. Ну и обновили несколько иконок в Assistive Touch, вроде Siri и жестов. Apple мало того, что не реализовала возможность сохранения всей истории сообщений в iCloud, так еще и удалила неработающее меню из соответствующего раздела системы. Неужели эту однозначно полезную функцию так и не реализует в iOS 11? Без новых багов не обошлось. Это же Apple. При активации функции удобного доступа иконки в нижней части дисплея рабочего стола неэстетично накладываются друг на дружку. Раньше такого не было. Ждем исправления в грядущих версиях прошивки. Также появился баг в отображении экрана идентификации Touch ID или ввода код пароля. Причем, к примеру, при открытии сообщений с экрана блокировки все нормально и сразу же доступен и текст и возможность ввести код пароль. Но вот при действиях серии виден только анимированный отпечаток. Опять на косячере. Результаты синтетических тестов на экране. Никаких явных изменений на iPhone 7 Plus нет. Где-то чуточку меньше очков, где-то больше. А вот на iPad 9,7 дюймов 2017 года, это тот который пятого поколения, в Geekbench 3 можно заметить существенный прирост очков. Чего нельзя сказать про Antutu. По ощущениям операционка стала чуточку шустрее и автономнее, особенно после обновления на iOS 1101. Многие отписались в комментариях, что жор батарейки уменьшился. Так что о своих ощущениях после обновления на iOS 11.1 и найденных новых фишках также не забудьте рассказать. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Подписывайтесь, кликайте или тапайте по колокольчику и не забывайте ставить лайки. До скорых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока.